Мир с самим собой и со всей Вселенной Хвала Аллаху Господу миров, который говорит из своей священной книги Аллах призывает к обители мира и благополучия и наставляет на прямой путь тех, кого пожелает Сура Юнис, аят 25 Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого не сотоварища И свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада Его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними, искренне вплоть до Судного дня А затем, поистине, мир — это возвышенная человеческая ценность, которую наша истинная религия стремится укрепить Поскольку наша религия — это религия мира Наш Пророк, да благословите его Аллах, приветствует Пророк Мира Наше приветствие в этой жизни — мир вам Рай — это обитель мира Приветствием обитателей рая в раю будет слово «мир» И приветствие им от ангелов — мир В Священном Коране говорится «Я, эйюха, лазина, аману, дахулу в сельми каффатан, вала таттабиу хутуати шайтани, иннаху лакум адуву мубин» «Вати, которые уверовали, входите все в мир и не следуйте по стопам сатаны, воистину, он для вас явный враг» Суракарова, аят 208 Суракарова, аят 207 Суракарова, аят 207 Суракарова, аят 207 Ангели будут входить к ним через любые врата Мир вам за то, что вы проявили терпение Как же прекрасна последняя обитель Сурагром, аят 23-24 Ввиду славного и благородного положения мира Наш всемогущий Господь назвал себя именем мира Аллах всемогущий, он и велик, и зрек Он Аллах, и не божество кроме него Властелина, святого, мира, оберегающего, хранителя, могущественного, могучего, гордого Пречисто Аллах и далеко от того, что они приобщают все товарищи Сурасобрание, аят 23 Кроме этого, пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха Обращался с мольбой к Аллаху после каждого намаза, говоря О Аллах, ты мир, и от тебя мир, благословен ты, у обладателя величия и почета Мир в исламе – это всеобъемлющий термин Настоящий мусульманин терпим к себе Находится в истинном мире со своей семьей, своими родственниками, соседями, друзьями и со всеми людьми В этой связи пророк Мухаммад, да благословите его Аллах и приветствует, говорит Мусульманин – это тот, кто не причиняет людям вреда своим языком и своими руками Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, однажды сказал Клянусь Аллахом, не уверует Клянусь Аллахом, не уверует Клянусь Аллахом, не уверует Его спросили, кто у пославника Аллаха Он сказал, тот человек, чей соседний находится в безопасности от его зла Однажды пророку, да благословите его Аллах и приветствует, сказали У пославника Аллаха поистине Одна женщина выстаивает ночные молитвы Постится днем, раздает милостыню Но она причиняет вред соседям своим языком Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал Нет в ней блага, она из-за числа обитателей огня Между тем, мы подтверждаем, что такой мир может быть достигнут только чистыми душами Которыми управляют высококлассные нормы веры и человечества Наиболее важными из этих норм являются То, чтобы у человека было одно лицо Чтобы человек не показывал одно лицо и скрывал другое Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, говорит В днем воскрешения худшим из людей пред Аллахом окажется двуличным Который приходит к одним с одним лицом, а к другим с другим Это во-первых А во-вторых, то чтобы человек был по отношению ко всем людям Доброжелательным, милосердным, дружелюбным, простым и мягким Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует и зрек Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать Братство ему того же, чего желает самому себе Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также повидал Среди людей есть такие, которые являются ключом к добру и замком от зла Есть и такие, которые являются ключом к злу и замком от добра Какое же счастье выпало тем, кому Аллах дал в руки к лучи добра Как несчастны те, кому Аллах дал в руки к лучи зла В-третьих, то чтобы каждый человек верит в право другого на достойную, безопасную и стабильную жизнь Поскольку Всевышний Аллах создал людей разнообразными В священном корне говорится Если бы твой Господь пожелал, то веровали бы все, кто на земле Разве ты стал бы принуждать людей, обратиться в верующих? Сура Юнис, аят 99 Человек должен также верить, что существуют общечеловеческие признаки В которых единодушны все божественные шариаты С помощью их соблюдения достигаются спокойствия, стабильность, психологический и социальный мир Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения для меня и для вас Квала Аллаху, Господу миров, в мире благословения последнему изо всех пророков и посланников Нашему господину Мухаммаду и его семье с подвижником И всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня Дорогие единоферцы Настоящий мусульманин живет в полном мире со всей Вселенной Так что он не вредит животным, не сжигает растения, не уничтожает деревья или плоды Напротив, он доброжелательный, самоотверженный Он любит добро и ненавидит зло Он стремится строить и борется против разрушения, саботажа и распространения нечестия на земле Наш пророк, да благословить его Аллах, приветствуй, всегда закладывал корни такого всеобщего мира Вот почему он был послан в качестве милости для всего человечества Аллах свету невеликий говорит Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам Сура пророки, аят 107 Это же ясно показалось, когда умеримое благословение Аллаха зашел в рощу, принадлежавшую одному из ансаров И неожиданно увидел там верблюда Когда же верблюд увидел пророка, да благословите его Аллах, приветствует Он стал подавать голос, а глаза его наполнились слезами Тогда пророк, да благословите его Аллах, приветствует, подошел к нему Погладил его по горбу и по голове, и он успокоился Пророк, да благословите его Аллах, приветствует, стал спрашивать Кто хозяин этого верблюда? Кому принадлежит этот верблюд? Тогда к нему подошел один юноша из числа ансаров и сказал О мой, о посланник Аллаха Пророк, да благословите его Аллах, приветствует, воскликнул Так неужели же, владея этим животным, ты не боишься Аллаха, который сделал его подвластным тебе Поистине, он жалуется на то, что ты моришь его голодом и узнуряешь непосильным трудом Как же прекрасно человеку жить в мире с самим собой В мире со своей семьей, в мире с родными, в мире с соседями В мире со своими коллегами, в мире с друзьями В мире с обществом и в мире со всей вселенной О Аллах, включи нас в число мирных людей И веди нас по своей милости в рай обитель мира Вассаламу алейкум в рахматуллахи в баракат